Представители Bentley на днях признали, что основную кассу бренду делает кроссовер Bentayga. Что совершенно понятно — идеологически это первый Bentley, который пригоден для каждодневной эксплуатации. Поэтому российский конкурент марки Bentley — новорождённый бренд Aorus — тоже торопится поскорее выпустить кроссовер, дабы снять рыночные сливки. Ведь седан Senat продаётся не просто вяло, а почти никак. Так, по данным сайта Drom, в прошлом году своих владельцев нашли только двадцать сенатов. Кроме того, по информации издания, актуальный портфель заказов состоит всего из шестидесяти предоплаченных заявок, при плане — в шестьсот. В самом ближайшем будущем Aorus начнёт собирать предсерийный кроссовер-комендант. Во всяком случае, на установочную партию из 150 машин уже получено одобрение типа транспортного средства. В этом документе указаны габариты и характеристики будущего SUV. Так что теперь мы знаем, что комендант будет на двадцать сантиметров короче Senato, а его салон спроектирован строго четырёхместным, с двумя раздельными креслами на втором ряду. По технике все Aorus одинаковы. Им полагается шестисотсильный битурбированный V8, которому ассистирует электрический мотор и девятиступенчатый автомат. Привод только постоянный полный. В серию комендант пойдёт примерно через год. Во всяком случае, шансов увидеть товарные экземпляры до наступления нового двадцать третьего года крайне мало. Ещё один кроссовер разрабатывает оборонный концерн «Алмаз-Антей». А всё потому, что доля гражданской продукции для организации оборонно-промышленного комплекса, согласно поручению президента, через три года должна достичь тридцати процентов. Итак, перспективный гражданский автомобиль E-Niva будет представлять собой четырёхсполовинный метровый паркетник, для которого прорабатываются гибридная и электрическая начинки. Машина пока не представлена публично, однако несколько фотографий под конец года распространила пресс-служба госконцерна. Кроме того, в открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения. Обладателем патента значится Обуховский завод, что в Санкт-Петербурге, который и разрабатывал машину. За дизайн же отвечал петербургский политех. Наконец, видеомакета в масштабе 1 к 24 выложила минская фирма Юнима — универсальная мобильность. Но смогут ли оборонщики выдать толковый автомобиль? Ведь делать ракеты и перекрывать Енисей — это одно, а создать современный кроссовер — совсем другое.